Добрый день, друзья! Добрый день, мои хорошие! Всё, я вышла с больницы, я уже откапалась, не снимала вам в больнице ничего, потому что людей было полно, и испанцы, они же вообще так разговаривают эмоционально, громко, вот, и получается, что они между собой там, в общем, переговаривались, и было очень-очень шумно, я понимала о том, что вы всё равно будете меня плохо слышать, и это решила уже ничего не снимать, а я стою возле этого в очередь на такси, вот женщина получается с чемоданом сейчас уедет, следующая машина будет моя. Вот так, вот так, что всё прошло хорошо, слава богу, еду домой. Так, следующее, где тут, лейкоциты тоже упали, но всё равно, скажем так, нормально в средней зоне. Ну вот, смотрите, у меня в тот раз было 7,3, вот, сейчас 6,9, то есть не критично, но всё равно немножечко меньше, чем было в тот раз. И норма у нас 4, и 4, 11,3. Я считаю, посерединке это просто классно. Так, и тромбоциты, тромбоциты у меня тоже очень упали, у меня тот раз было 241, сейчас 207. Ну, врач сказал, что это многовастенько, но так как я именно уже в нормальных, да, в показателях, получается у нас минимальные, так, идёт 149, 409. У меня ровно посередине, но, говорит, что за раз, такой показатель, то есть упал, что это многовастенько. Ну, короче, нужно опять корректировать, да, своё питание, всё, что, всё, что ем, больше всего такого, что полезного. Ну, и вот это всё, в принципе, тут такого больше ничего, ничего такого важного, чтобы вам сказать, нечего, в принципе, всё неплохо. Вы знаете, сегодня откапалось тоже хорошо, правда, всё время хотелось спать, спать, спать. Практически всё время я такая была, знаете, это проваливалось, но у меня не особо получалось именно так, знаете, взять и поспать хорошо, потому что я сплю очень чутко, очень чутко. Даже если в соседней комнате работает, допустим, телевизор, и негромко, но я слышу, что там что-то разговаривает, всё, я больше спать не могу. То есть я когда сплю, должно быть вообще такая, знаете, гробовая тишина. Даже порой, когда барни, порой, а это пора всегда, барни храпит, так я всё время вот это, барни, барни, закохнет. Так я уже поставила себе на тумбочку, знаете, такая маленькая пшикалка для, ну, там, для цветов, для белья, кто-то чил. Моя так я уже такая, на него он такой раз, вот так, всё, пока он одуплится, в общем, пока он думает, что я тогда в этот промежуток времени стараюсь заснуть. И, ну, в общем, очень сложно. Так что из-за того, что, ну, я понимаю, да, это как дневной стационар, люди пришли, общаются, но они же такие все, ва-ва-ва, кто знает. Испанцев, что, да, они все такие эмоциональные, они все жестикулируют, там, всё это постоянно у них, вот это с вены, там, пищит. Всё это потому, что где-то загиб, ну, как-то так вот. Ну, в общем, всё хорошо, потому что, фу. Надеюсь на то, что, не надеюсь, мне хотелось бы верить, и хотелось бы в том, чтобы сейчас, ну, не хотелось бы отлёживаться, отсиживаться, всё, что, знаете, в этих побочках. Надеюсь на то, что всё пройдёт хорошо. Вот. И я не буду, не буду сидеть опять горевать. Взяла я этот, вновь, вот этот, скажите мне. Это мне уже следующие, эти бумажки дали, следующий у меня анализ, и авастин будет 8-го числа. Так, и взяла вот эту бумажку, которую я, которую я была потеряла, да, вот, на эти, на мутации. Так что, посмотрю, как буду завтра себя послезавтра чувствовать, и надо пойти, наконец-то, сделать, чтобы оно у меня отлегло, от души, вот, и знать, стоит не переживать, не стоит не переживать, что, ну, вообще такое, ну, в общем, в общем, нужно, ребята, нужно узнать, чтобы потом уже спокойно спать. Вот. Тюп, так что-то пальцем поставила, и такое пятно. Ну, вот так вот, ребятушки, в общем, так всё хорошо, вы знаете, что-то пришло даже такое, вот, бодрячок, наверное, наверное, приезд мужа тоже, ты это себе знать, вот так, мне болеть нельзя, я должна быть вообще на лайте, всё должно быть хорошо. Завтра посмотрю, как себя буду чувствовать, если вообще никаких, ну, как пройдёт ночь, и всё будет хорошо, так что завтра хотим вообще поехать часов 8 утра на море, и часов до 11, в общем, пока будет чистая водичка, пока не будет этого скопления людей, вот, и, может быть, немножко подышать морским воздухом, конечно, поплавать в морюшке, потому что я вот смотрю, здесь сейчас час дня, то есть такой солнцепёк просто неимоверный. У нас, значит, по новостям, ну, статистика, за вчерашний день, за один день, в Испании умерло 320 человек от жары. Представляете, моя мама сегодня в полдесятого утра шла в магазин купить рис, потому что зять заказал ленивых, ленивые голубцы, Максим очень любит, а у нас дома не было риса. Мама говорит, я пройдусь, этот куплю. В полдесятого утра у нас уже было 35 градусов, а сейчас на улице вообще просто ад, я даже не знаю, сколько градусов, но я приехала домой на такси, я когда-то вышла с такси, пока дошла до подъезда, вот, такое, вообще, вроде бы, у меня ведро воды вылили. И я вот смотрю, я сейчас как раз сижу, и передо мной окошко, и маленькие деточки, всё это, то есть, ну, и подростки там, ну, то есть, многие и больше взрослых, бассейн забит, скажите, пожалуйста, час дня, такое ядрёное, да, вредное солнце. И всё, они дети купаются, и всем абсолютно всё равно. Ну, как-то, не знаю, раньше как-то не задумывался, да, о том, что, ну, сгорел, ну, сгорела в лес, переплакал, перестрадал, что печёт, да, развернулся, и опять пошёл наступать на те же самые грабли. Сейчас, конечно, немножечко с этим как-то опасно всё это, потому что Макс, естественно, с Данилом, они поехали со мной, я, ну, то есть, они меня, ну, у меня вообще всегда поддержка. Я даже не представляю, если бы мне надо было бы я ехать в больницу, и мой муж сказал, ну, нет, тебе рано, зачем я тебе нужен, я буду спать, и типа, а потом, я даже не представляю, чтобы у меня такое было, нет. У нас, если кто-то, не дай бог, кому-то плохо, или кому-то что-то нужно в врачу, или всё, мы всегда вместе, всегда друг друга поддерживаем. То они приехали со мной, мы, этот, они не хотели приехать, не забрать, я говорю, ничего вы. Вот, Макс, там тоже нужно было по делам, там у него закончилась карта, вот, это нужно было поменять. Ну, короче, я говорю, едьте, решай свои дела, всё это. А теперь, говорю, они говорят, мы будем идти домой, я говорю, только, пожалуйста, не пешком, я вас очень прошу, едьте на автобусе, возьмите себе такси или что-нибудь, всё это, да, шоу тут это, я говорю, не надо, не надо такого солнца, что я боюсь, боюсь рисковать, это ж не такое, что я могу потом пойти и купить на руку пучок других, других мужей и сына. Вот, ну, в общем, вот такие вот дела, ребятушки. На сегодняшний день пока всё хорошо, надеюсь и верю, что так и будет. Я вам тоже всем желаю крепкого здоровья, всего самого-самого лучшего, мирного неба над головой. Обязательно до встречи. Пока-пока.